ДОМСКОЙ ТВ ДОМСКОЙ ТВ ДОМСКОЙ ТВ ДОМСКОЙ ТВ И звучат имена и президента в частности, но давайте не будем галить. Вы хотите спросить, почему звучит имя президента и почему звучат фамилии тех, кто не справляется? Получилось, что мы расходимся в понимании. Вы говорите, что это не антиправительственный митинг и собрание. Для меня это становление оппозиционного политика, политика, который выражает часть мнения украинского народа, который не успел еще заручиться поддержкой этого народа. То есть он не был на выборах и этот политический проект не был. И свою поддержку он может оценить только тогда, когда он пройдет через выбор. А вот какие политические партии должны уже напрячься сейчас? Похожая риторика. В первую очередь те, у кого сегодня, находясь в правительстве в том числе и в Верховной Раде, рейтинг близок к нулю, либо уже идет в отрицательное значение. Во народном фронте ради? Ну конечно, народный фронт в первую очередь. Второе, это ни для кого не секрет, что рейтинг БПП свалился в два раза и на сегодняшний день сравнялся примерно где-то с рейтингом Тимошенко, что для меня это уже показатель того, что это что-то происходит неправильно. Потому что быть на уровне партии того человека, который последние 20 лет был в правительстве и от которой разбежались в разные стороны, люди ее теперь критикуют. Но это явно не для... Вчера вы на протесте не присутствовали. Почему? Я был почти неделю в Грузии. Во-первых, прилетел только в конце прошлой недели раз. Во-вторых, наверное, я уже знал, что там будет. Почему-то мне так казалось. Вчера, который хорошо ориентируется и разбирается. Вы что-то знаете о людях, которым платили за то, чтобы они поехали в Киев и, собственно, стояли на протесте? Вот речь была в нашем видеоматериале о целых автобусах. Не думаю, что кому-то платили. По крайней мере, я видел там довольно большое количество людей, которых я лично знаю. Это люди однозначно поехали туда за идею. Более того, потом, пролистывая фотографии в Фейсбуке, я там увидел даже людей из других городов, которые однозначно не поедут ни на какие-то такие сборы за деньги. А идея какая, все-таки хочется понимать? По моим ощущениям и по тому, что говорят сегодня в том числе многие активисты, общественные какие-то деятели, в стране такой накал, что оно все равно прорвет. Прорвет либо новым Майданом, либо антиправительственными какими-то митингами, протестами, либо выборами. В стране накаляется политический кризис. Задавали вопрос к предыдущему гостю, и я также хотим задать его и вам. Вот вы говорите, люди, которые приехали поддерживать какую-то идею, с которой солидарны. А вот такие стычки или потасовка между людьми, которые пришли в противовес Михаилу Саакашвили, тоже пришли с плакатами, были известные надписи Михаилу Саакашвили, пояс, чемодан, что-то такое. Я точно не припоминаю, возникла потасовка между людьми. То есть, собственно, применение физической силы. То есть, эти люди, которые допустили до такого, вам все-таки кажется, что они не проплачены, это вот пришли поддержать свою идею, и мы за свою идею даже в кулачный бой вступим. Ну, вы же понимаете, что на любом сборе людей, на любом митинге люди есть разные. И как хорошие, так и плохие. У кого-то дома семейные проблемы, кто-то считает, что кулаками можно решать проблемы политического характера. Обидно, что у нас политическая борьба очень часто переходит в такие не очень политические способы. И часто это делается специально. И часто используют людей. И часто используют провокаторов, либо людей, которые не понимают, что они творят. Ну, вот поэтому я возвращаюсь к мысли об идее этого так называемого антиправительственного протеста. Опять же, какая идея? Называем его вами. Хорошо. Хорошо. Идея такова, что сегодняшнее правительство не соответствует ожиданиям людей, прошедших Майдан, прошедших войну. И даже тех, кто не был на Майдане, но потом принял эту революцию, принял трудности, всей трудности, на них просто коснулись. Это военный сбор, это обнищание, это повышение тарифов и всех. Идея, понятно, цель. Цель – приведение, как Михаил Саакашвили сам заявляет, новых людей во власть, которые будут не отстаивать интересы каких-то групп, чаще всего аллергических, а будут работать на… Откуда эти люди возьмутся? Мы видели на примере команды Михаила Саакашвили в Одессе, ну, скажем, не очень хороший результат. Разные. Давайте скажем так, разные. Часть глав администраций, с некоторыми из них я знаком лично, они там оказались, ну, я не могу сказать, что случайно. Но, по крайней мере, говорят, что команда недостаточно профессиональна, так скажем. Вы знаете, так говорят и в Грузии. Так говорят в Грузии. Это, к сожалению, основная беда Саакашвили, что он не может сформировать профессиональную, мощную команду, с которой будет двигаться вперед. Ну, скажите, а профессиональная команда – это все-таки, в первую очередь, идея общая или это люди, которые работают за какой-то оклад? Ну, вот профессионал просит определенную сумму, и он работает на благо этого человека, с которым договорился, будь это Михаил Саакашвили. Потому что, может быть, у Михаила Саакашвили недостаточный бюджет для этого. Что вы знаете о… О бюджете я ничего не знаю. Я знаю, что… Из того, что мы слышим, это поддержка бизнесменов, которые приходят вот так… Я просто об этом действительно ничего не знаю. Я вам скажу на своем личном примере. В какой-то момент я готов был пойти в обл. администрацию, возглавить какой-то один из небольших отделов, департаментов, направлений. И полгода, год своей жизни потратить на то, чтобы что-то поменять к лучшему. К сожалению или к счастью, в моих услугах… Вы не прошли? Ну, наверное, не нашлось того, кого бы мои услуги заинтересовались. Тем не менее, вы сохраняете некую лояльность грузинской команде? Я сохраняю любой лояльность к команде, которая хочет изменить эту страну к лучшему. Вот, Олег, вопрос тогда в следующем. Михаил Саакашвили, по сути, призывает к созданию правового государства путем нарушения правил Конституции. Почему? Призывая к досрочным выборам. Досрочные выборы, в отличие от… Несоблюдение срока работы Верховной Рады. Нет, подождите, есть абсолютно реальные рычаги, которые уже в истории независимой Украины воспользовались которыми уже не один раз, когда Рада не дорабатывала до конца, а шла на досрочные выборы. Такое было, как минимум… Это нарушение Конституции или нет? Нет, это все прописано в законе. Срок? Срок установленный, но есть несколько случаев, когда Верховная Рада может и должна идти на внеочередные выборы. В отличие… Многие критикуют, говорят, что он не цепляет президента. В отличие от досрочных выборов президентов, рычагов которых в Конституции не прописано реальных… Скажите, а вот проблема с президентом, она вот прямо сейчас так остро назрела. Ведь Михаил Саакашвили все претензии мог высказывать Петру Порошенко, когда был губернатором. Но делать это только сейчас. Ну, опять вернуться надо к тому, что Украина – это парламентская президентская республика. Другое дело, что каждый из приходящих президентов хочет все вернуть обратно. Явно, неявно, но каждому из приходящих президентов почему-то не хватает власти. Украина – парламентская президентская республика. Парламент является основным законотворческим органом и тем органом, который назначает правительство. То есть несет ответственность за правительство. Вот то правительство, которое сегодня находится, оно ответственность за него несет, это Верховная Рада. А то, что не принимаются законы, которые под таким сумасшедшим давлением продавливались для получения безвизового режима, для получения траншев, ну о чем можно тогда говорить? Ну, что касается уже европейских отношений, как вам кажется, вот такие митинги, такие протесты, которые в последнее время оживают, и в их числе и фамилия Михаила Саакашвили, может ли повлиять на отношения и получение, уже не получение в этом году безвиза? Вот как вам кажется, оглядывается ли Евросоюз на такие события внутри страны? Причины неполучения безвизового режима, как мне кажется, лежат совсем в другой плоскости. Чего стоит обнародование доходов и наличных, колоссальных наличных денег, находящихся у украинских чиновников? Как мне кажется, это мое мнение, это абсолютно нормальная практика, когда в любой стране появляется политическая конкуренция и оппозиция. До тех пор, пока эта оппозиция не нарушает законы, не призывает к силовому свержению действующей власти, это все абсолютно законно. Сказать, что испортить имидж такими действиями, мне кажется, что действия сегодняшней Верховной Рады, правительства и чиновников, судебной системы... Разделяйте позицию Анны Позняковой. Я хочу сказать, что, по-моему, они портят значительно больше, чем выступления Саакашвили. Ваш прогноз... Тем более, у Саакашвили есть за спиной победы. Можно признавать это, не признавать, критиковать, при всех его недостатках, популизме. У него есть победа, у него есть Грузия, которая после его ухода до сих пор... Ваш прогноз, удастся ли ему добиться внеочередных выборов парламентских? Будет все зависеть от многих факторов. От того, сам он ничего не сделает. Не получив себе в союзники мощное лобби из действующих депутатов сегодня в Верховной Раде, переизбрать... Давайте послушаем, что думают по этому поводу одесситы и вернемся к обсуждению. Я думаю, не стоит. Я думаю, есть много других дел, чем можно заняться. И тратить опять деньги на перевыборы, это, мне кажется, нецелесообразно. И то, что Саакашвили выдумывает какие-то причины для этого, это его проблемы чисто. И, мне кажется, если ему что-то не нравится, он может замолчать просто и уйти. Не знаю, возможно, для того, чтобы попасть в парламент со своей партией. Нужны ли? Я не знаю. Сейчас, в принципе, достаточно проблем без этого. Поэтому я не уверена, что это сейчас так необходимо. Может быть, и надо. Если это лучше будет, то может быть, да. А Саакашвили зачем это нужно? Понятия не имею. Я живом мысли не читаю. А кого выбирать? Все одни толстомордые, только хотят награбить. Как вариант, стоит для того, чтобы поменять власть, чтобы пришли новые люди. Как вариант, не стоит, чтобы не тратить много финансов. То есть тут нужно думать, что лучше, что нужно, что не нужно. У Саакашвили собрал всех. Соберется, опять же, парламент. Соберется парламент, выбери таких людей, которые нужны этому парламенту, и ничего не сменится. У Саакашвили, я не думаю, что такой человек прям открытый, он борется за народ. Нет. Это такой же политик, который защищает свои интересы, интересы, собственно, людей, которые ему нужны. Его выгнали из Грузии или он ушел в Грузию, так непонятно. Но он ушел оттуда, его выгнали, и он хочет пойти в другую страну, опять же, что-то двигает тут, но ему не получится. Потому что менталитет Грузии – это совершенно другой менталитет, нежели в Украине. Саакашвили, наверное, потому что Саакашвили хочет задержаться в Украине. Но я думаю, что это не нужно делать. Как бы есть более важные вопросы. Мы не влияем на это все, на эту публику, которая там вышестоящая. Поэтому говорить, и даже не знаю, что говорить, честно, я не вникаю в эту политику. Ну и хочу добавить, что смог ответить на этот вопрос нашему корреспонденту только каждый пятый опрошенный. В целом, одесситов эта проблема не очень-то и интересует. Скажите, пожалуйста, по поводу лобби, о котором мы до сюжета начали говорить. Вот со стороны самопомощи, как вы оцениваете это лобби? Будет ли усиливать движение Михаила Саакашвили при соединении самопомощи или наоборот? Ну, наверное, это, в первую очередь, надо спросить у самопомощи. Самопомощь, я там слышал, немножко смотрел уже передачу, что она говорит, как был у них рейтинг, так и остался. Ни в одну сторону не двинул, ни в другую. А это неплохо? Ну, то, что нет развития, это точно. То, что не упало, да, это хорошо. Но любая политическая сила существует для того, чтобы развиваться. А какие партии могут потенциально примкнуть, что называется, с целью заработать дополнительных баллов и рейтинг? Как движение Михаила Саакашвили? Как минимум те, у которых на сегодняшний день этот рейтинг значительно ниже. Вы можете их назвать? Ну, теоретически это может быть демальянс, теоретически это может быть громадянская позиция, теоретически это может быть еще несколько партий, которые сегодня не представлены в парламент. И, наверное, это будет одним из шансов попасть им туда, совместно аккумулировав какой-то электорат, свой электорат. Однозначно туда не будет претендовать какое-то сотрудничество Юлия Владимировна, потому что есть такое мнение, что Михаил Николозович потопчется неслабо на ее поле и тянет часть голосов оттуда. Но это ведь уже происходит, вероятно, нет? У электорат Юлии Владимировны настолько специфический и он настолько устоявшийся, что, вероятно, это может произойти, но, мне кажется, не в критических размерах. За нее, как голосовали 20 лет назад определенные слои населения, определенный тип, так и будут голосовать. Ну, и в качестве личного вопроса вам и прогноза тоже вашего, вы будете принимать участие в подобных протестах, собраниях Михаила Саакашвили? И когда вы видите ближайшее собрание? Я не знаю ничего о том, когда будет ближайшее собрание. Если оно будет в Одессе, то, конечно, я приду как минимум для того, чтобы послушать, посмотреть людей, кто там собрался. Потому что я сегодня перекинулся с несколькими по телефону, с людьми, которые там были. Ну, и вы знаете, образуется действительно какое-то количество новых людей, которые не были никогда ни в каких политических партиях, во власти, и которые действительно хотят что-то в этой стране поменять. Ну, вы сами говорили по первой части, по первому пункту, что это люди довольно непрофессиональные, что это не очень хорошо. Профессионализм, он отсутствует сегодня у большинства депутатов любых уровней. То есть будем множить непрофессионализм? Беда в том, что если человек готовится к этому и стремится, то этот профессионализм, его можно поднять, посещая тренинги, курсы. Сегодняшние депутаты, большинство из них, я думаю, что им это просто не интересно. Потому что они там для других целей находятся. Я вот вам говорил, что ездят некоторые районные и городские рады, но не Одесская, заказывают специально обучение своих депутатов у Института политических исследований, там школа молодого политика, все платят за это деньги, выделяют с бюджета. Буквально вчера мне, позавчера мне рассказали, что в Первомайске, в Николаевске, да, рядом, недалеко с нами, выделены на это деньги. И там будет проводиться трехдневный тренинг для депутатов Первомайского. Ну, инициативы неплохие. На этом мы будем заканчивать на такой инициативе или анонсе такой инициативы. С вами беседу. Благодарим, что присоединились к работе нашей студии. Олег Михайлик, общественный активист, был у нас в гостях. Обсуждали Михаила Саакашвили и его попытки расшатать политическую ситуацию в Украине. Сейчас же мы передаем слово Али Есиной. Она ознакомит с последними событиями к этому часу. Благодарим вас за участие в сегодняшнем эфире. Увидимся завтра. Спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова